Решение суда о сносе очередного многоквартирника обернулось настоящей войной соседей. Те, кто больше всего возмущался строительством в частном секторе в многоэтажке, стали получать СМС с угрозами, а их персональные данные и фотографии появились в сети интернет. Жители так называемого многоквартирника дома на Орловской 50 объявили своим соседям-частникам войну. Топ-рейтинг врагов. На первом месте Косарева и Рейда Васильевна вот здесь присутствуют. На страницах сайта под заголовком «Эти люди хотят лишить вас жилья» опубликованы фотографии соседей, имена, фамилии и контакты. Рядом обидные комментарии. Ираида Васильевна, по мнению Новоселов, проживает на участке заваленным навозом. А Волынский Руслан и вовсе объявлен алкоголиком. Конечно же с указанием мобильного телефона. Для чего? Это вопрос. Чтобы звонили, наверное, угрозы какие-то были и так далее. Все дело в том, что 8 октября суд постановил признать дом на Орловской 50 незаконной постройкой и обязал застройщикам многоквартирник снести. Уже на следующий день Ираида Васильевна получила СМС-ку с угрозами. Мы уверены, если снесут трехэтажки, что ваши дома не сожгут. Не доводите людей до греха. Подобные СМС-ки получили и другие, подписавшиеся под иском в суд. Сообщения отправлены с сайта сотовой компании. Найти отправителя можно по IP-адресу. Жители частного сектора уже обратились в полицию. Здравствуйте. А мы бы заявление хотели подать. Сайт с фотографиями врагов соседей принадлежит некоему некоммерческому партнерству, которое возглавляет Алексей Борздый. Он же обещает купившим квартиры в доме на Орловской все блага цивилизации. Все централизованные сети к данным домам подключаются. Это возможно. Это очень трудоемкая процедура. Это дорогостоящая процедура. То есть подвести централизованную канализацию, централизованный водопровод, выкупить электричество. Это же все денег стоит. Довольно-таки немаленький. Однако многоэтажный дом на Орловской построен как раз на выгребных ямах. Кроме того, по документам, строение не должно превышать трех этажей и занимать больше одной пятой площади выделенного участка. Но жители многоквартирника нарушений, кажется, не замечают. А мне кажется, радоваться надо. Люди обрели жилье, живут, тепло в домах. Все есть, пожалуйста. Ничего не жить и радоваться. Связаться с самим Алексеем Борздым нам сегодня не удалось. Сотовые телефоны некоммерческого партнерства, указанные на сайте, оказались отключены. Точка в этой истории еще не поставлена. У жильцов многоэтажки есть два месяца, чтобы обжаловать решение районного суда в областной инстанции. Артем Китаев, Сергей Матрёнин. Новости 4 канала.